Привет всем, друзья! Я сегодня один дома. Муж мой уехал в Дели, сын в школе. А зачем муж уехал в Дели, я вам сейчас расскажу. Дело в том, что у сына закончился срок действия паспорта. То есть он закончился еще год назад, если честно. Но мы позвонили в посольство украинское в Дели, и нам сказали, что в принципе, если вам паспорт не нужен, вы никуда лететь не собираетесь, то можно и потом его новый заказать. И вот как раз вторая волна этого локдауна была. Были закрыты все фотоателье, там надо было фотографию сделать. И мы как-то вот так вот затянули, затянули с этим новым паспортом. И пришли к нам с проверкой с ФРРО. И сказали, что нужно паспорт поменять, потому что если паспорт, у паспорта срок годности, скажем так, закончился, тогда и вот этот вот документ ОСИАЙ, который у нас, ну как бы индийский паспорт ОСИАЙ, это Oversus Citizen of India, как бы прибывшие граждане Индии. Почти все такие же права у нас, как у индийцев, но за исключением там мы не можем политикой заниматься и сельским хозяйством. И вот этот вот ОСИАЙ, значит, у него как бы недействителен. Вот. И поэтому поехал муж в Дели. Новый паспорт мы заказывать сейчас не будем. А сейчас в связи с тем, что в Украине военное положение введено, сейчас можно паспорт продлить. Раньше такого не было. Продлить можно паспорт сейчас на 5 лет. Хотя, а новый паспорт для детей до 16 лет выдают на 4 года. Поэтому мы решили новый пока паспорт не заказывать. А поехал муж для того, чтобы продлить его старый паспорт. Там просто ставят какую-то печать, пишут какую-то надпись, что там паспорт продлен на 5 лет. Вот такие вот дела. А я сижу здесь волнуюсь, очень сильно волнуюсь, потому что это посольство, как муж говорит, у меня там без сюрпризов не было никогда ни разу, потому что он много раз был в посольстве нашем украинском в Индии. Я была только один раз. Я была, когда моему сыну было 3 годика, 3 месяца, когда он был от Живино, мы первый раз летели тогда в Украину, и нам нужно было взять справку о том, что он гражданин Украины. У него же паспорта тогда не было. Потом мы уже паспорт делали, когда в Украину прилетели. И вот эта вот справка нужна была для того, чтобы мы с ним могли вот... Ну, чтобы он мог ехать в Украину. И вы представляете, из-за этой бумажки мы там просидели 10 дней. Хотя мы туда и звонили, и узнавали, что надо, как надо, и когда приехать, и что нам надо сделать. Мы собрали все документы, но потом все равно оказалось, что еще что-то надо. Там оказался нужен перевод на украинский язык. У него же на английском свидетельство о рождении. Он в Индии родился, и у него на английском свидетельство о рождении. А нужен перевод на украинский. Это мы в Дели искали переводчика. Ну, там посольстве, конечно, номера давали. Потом оказалось, что это нужно еще нотариус, нотариально заверить этот перевод. И в результате мы 10 дней просидели с трехмесячным ребенком в Дели в гостинице. Это были ужасные воспоминания, конечно, у меня об этой поездке. Что вам сказать? И у нас уже даже были куплены билеты в Украину, потому что мы рассчитывали, что мы за неделю управимся. Не управились, потому что там еще праздник какой-то был. И вот из-за вот этой вот справки мы 10 дней там просидели и меняли билеты в Украину. В общем, мы тогда попали. Это что-то с чем-то. И муж тоже говорит, он же много там был, когда студентом учился. Он туда приезжал часто в это посольство для того, чтобы получить студенческую визу. Говорит, у него тоже всегда были какие-то сюрпризы. То ему дату на праздник назначили, то еще что-то. В общем, говорит, ни разу не было такого, чтобы вот он пришел, ему сделали без сюрприза. Я просто сижу вот так вот, кулаки держу, хоть бы все получилось. Он уже мне звонил из аэропорта, уже прошел регистрацию, уже сидит, ждет самолет. Так что уже скоро туда полетит. И завтра в Дели ему назначили на 11. На 11 прием ему завтра назначили. А я буду сидеть здесь и труситься. И я вот для того, чтобы как-то успокоиться, отвлечься, я решила поболтать с вами, дорогие мои зрители. Это моя первая болталка, кто меня смотрит давно, те знают. До сих пор у меня таких выпусков не было. И канал у меня, дело в том, что развивается как бы не очень активно. Муж сказал, что у меня нету контакта со зрителем. Поэтому вот сегодня буду налаживать с вами контакт. Пишите, как у меня это получается, обязательно. Но только не будьте слишком строги, потому что это моя первая болталка. Я еще не знаю, может быть, я и даже не буду это видео выпускать. Посмотрим. Вот такая вот первая болталка. И хочу я у вас попросить совета. Дело в том, что у меня, недавно я купила уже третий микрофон, представляете. Вот я чуть больше года этим блогерством занимаюсь. И микрофоны были у меня. Первый Боя был микрофон проводной. И второй какой-то... А, первый поломался. Ну, я думала, что он поломался из-за того, что я его провода скручиваю, постоянно в сумку ложу. Купили второй. Я с ним уже такая аккуратная была. Просто как с золотом. Я вот он в мешочке специальном, я его носила. Он проработал еще меньше, чем первый. И вот купили уже беспроводной микрофон. Я вам покажу сейчас. Вот такой вот. Вот такой вот микрофон купили. И у него такой звук ужасный. Поэтому, друзья, если кто-то в этом разбирается, вот видите, вот он такой вешается. На петличку. И вот такая вот штучка в телефон еще вставляется. Удобно. Очень удобно, конечно. Но звук ужасный. Как будто бы из какой-то кастрюли. Вот. Это я себе... Это мой подарок на день рождения, кстати. У меня недавно день рождения был. А муж мне говорит, что хобби твое слишком дорогое блогерство. Третий микрофон. Вот так вот. Поэтому вот такой вот я себе подарок купила на день рождения. Микрофон. Я его купила, конечно, я его чуть-чуть раньше, чем был день рождения. День рождения у меня был 28 июня. Но я ничего не праздновала. Потому что непраздничное настроение, скажем так. Праздновать вообще не хочется ничего. Ну, если бы, конечно, у ребенка был день рождения, конечно, я бы сделала праздник. А так для себя вообще ничего не хотелось. Были, конечно, у нас планы поехать вечером покататься на сити-тур. Хотели. Но дождь. У нас же сейчас мусоны начались. Дождь. И поэтому... Ну, вот так вот. То есть, собственно... А, да. Да, еще заказала я себе подарок. Сумку заказала новую. Она пришла бракованная. Так что вот такие у меня обломы были. И с экскурсией мы обломались, не поехали. И сумка бракованная. Ну, вот. Зато микрофон в подарок. Но качество звука ужасное. Просто какое-то такое глухое, что-то трещит. Поэтому, если кто-то что-то может посоветовать по микрофонам, ну, таким не очень дорогим, то что там у нас впереди? Какие праздники еще? Рождество, Новый год, наверное, уже, да? Буду себе микрофоны опять дарить на праздники. Вот сейчас первый раз я сижу, записываю себя на телефон. Так интересно, конечно, можно сесть. А, главное, чтобы смотреть в камеру, а не на себя. Да, потому что получится тогда мимо зрителей, да? Наверное. Вот, интересно так, что можно вот как-то себя вот так видишь. Можно ракурс выставить удачный. Вот, вроде удачный ракурс. Обычно я себя на камеру снимаю. Я себя не вижу, как я снимаю. Сейчас покажу вам, какая у меня камера. Камера у меня GoPro 8. Вот такая вот у меня камера. Очень она удобная, конечно, для съемок. Вот, стабилизирует хорошо, если где-то в дороге там. Ну, это экшн-камера. Ее даже, как это, цепляют. Вот вы видели в Орел и Решке. Сюда на лоб цепляют, и оно все классно снимает. Но в темноте, в темноте ужас просто. Снимает в темноте ужасно. Вот, и я себя не вижу, когда я снимаю. Видите, вот здесь вот только экран есть, получается. Сейчас я включу, покажу. Так. Получается, вот так вот она, да, идет. И вот так вот я себя сама, сама вот так вот себя снимаю. И я как бы не вижу себя, что я там снимаю. С одной стороны, это хорошо как бы и не отвлекает. Не пялишься на себя. Но все-таки неудобно. Все-таки хочется быть и красивой, а не как получится. Все же мы, девочки, хотим быть красивыми. Хоть мне уже и 44 года исполнилось, вот 28-го. Но все равно хочется быть красивой девочкой. Мужчинам проще в этом плане. Мужчина что, побрился и уже красавица. А если не побрился, то брутальный мэн. Да, а вот нам, девочкам, попробуй там не побриться. Или не накраситься. Или еще что-то такое сделать. Скоро уже сыночек мой со школы придет. Может быть, пойду с ним куда-то прогуляюсь вечерочком. Если дождя, конечно же, не будет. Он у нас похолодало. Пару дней назад ночью было, представляете, 19 градусов. Честно, я такого еще не помню. Очень холодные ночи сейчас. А днем сейчас плюс 24. Это тоже довольно-таки прохладно для нас. Но все равно я сижу, парит очень сильно. Потому что влажность высокая. И все равно вот этот потолочный вентилятор я хоть даже на минимум включила. Потому что без него жарко. Но спим мы сейчас уже 3 ночи без кондиционера. Представляете, мы днем обычно кондиционеры не включаем. У нас только в спальнях стоят. И вот уже где-то 3 ночи спим без кондиционеров. Потому что холодно. Сын у меня любит, когда холодно. Он жару терпеть не может. А я жару обожаю. Конечно, он даже не знает, что такое холодно. Потому что мы были, когда он был последний раз в Украине у меня в 2017 году. Тогда он как раз, вот ему 6 исполнялось. Он закончил UKG вот эта подготовка. Да, у нас идет с 4 ЛКГ, с 5 ЮКГ. А затем уже с 6 первый класс. И как раз вот на этих каникулах мы были. До этого мы и летом приезжали. А когда пошли в школу, то уже у нас каникулы в апреле, в мае. В апреле еще довольно-таки холодно было. Даже там немножко снежинки пролетали он увидел. Одевал он и сапожки ему купили, и перчатки. Все это ему было так интересно. Эти сапожки, шапочку. Ой, кошмар. А 9 мая в том году было такое холодное-холодное. Я помню, 9 мая мы ходили на парад уже без колготок. Уже с голыми ногами, когда на возложения ходили. Еще когда я в школе училась. А это, боже, у меня одел варежки, сыну одел. Он все равно говорит, а мама в ручке замерз. Так ему понравилось. Тогда мы на памятник ходили, цветы носили. И очень ему понравилось. Он такой у меня неусидчивый, очень гиперактивный, можно сказать так. Но там он себя так вел солидно, так вот стоял, песни слушал, выступления. Прям я аж сама удивилась. До сих пор он вспоминает это, помнит. Очень хочет, конечно, в Украину поехать. Но так получилось, что вот я ездила одна в 2019 году. Я ездила одна, а он вот у меня уже получается с 2017 года. Уже 5 лет он не был. Уже и позабыть-то может. Ну вот так вот получается, что вот никак не получается туда поехать. Что поделаешь-то? Надеемся, в следующем году уже все будет хорошо. И мы уже сможем поехать в Украину. Вот. И что я вам еще хочу рассказать? А, ну еще насчет того, что в Дели вот уехал, Джи Кейш уехал в Дели, улетел на самолете, купил он билет в один конец. Представляете, сколько билеты такие дорогие? Это ужас. 12 тысяч рупий стоит билет в один конец. На поезде у нас долго, у нас надо трое суток чухать на поезде. Знаете, с самого юга с Кералы. Кто смотрел фильм «Чинайский экспресс»? Наверное, многие смотрели. Фильм довольно-таки знаменитый. И вот Чинайи, это же столица Тамилнаду, как бы самого южного штата. Ну, мы тоже почти на самом-на самом юге мы живем, в Керале. Ну что ж, дорогие друзья, напишите в комментарии, как вам моя первая болталка, получилось у меня болтать или нет. А я сейчас, наверное, пойду уже готовить ужин, потому что обед я готовить не буду. Сын у меня обедает в школе. Я чайку попью, мне хватит, мужа дома нету. Да он у меня и на работе обычно обедает. Я встаю каждое утро в 5.30 утра для того, чтобы приготовить сыночку в школу обед. В школе у нас детей не кормят, они из дома берут. И такие вещи, как какие-то бутербродики, тут у нас не приветствуются. Учителя смотрят за этим. Готовлю я ему, каждое утро готовлю, но у нас же жарко, поэтому вчерашнее как бы не покатит, поэтому встаю, готовлю. Куча у нас всяких коробочек. Вы видели в магазине, как мы в школу собирались. Мы коробочки не покупали, у нас их оказалось достаточно уже до 6 класса собралось, поэтому мы новые коробочки не покупали. Когда-нибудь, может, я вам засниму, как я там ему что готовлю, как я собираю его. Ну, стараюсь так в течение недели, чтобы блюдо не повторялось. Иногда готовлю пасту, иногда фрайрайс, иногда дошу готовлю. Я вот такие вот маленькие доши ему жарю, отдельно масало и чат не ложу. Что еще? А, ну, блинчики я когда-то делала тоже с паниром этим, ну, как с творогом они получаются. Это, кстати, очень удобно. Их можно заморозить и можно чуть-чуть дольше поспать. А потом эти блинчики только поджарить и обед будет готов. А так мне нужно и обед готовить, это ланч и бранч еще давать перекусным. Перекус там, ну, какой-то печенька, орешки даю и еще бутылочку отдельно, лимонадик делаю и литровую бутылку с водой он еще с собой носит. И постоянно жалуется, что ему литровой бутылки не хватает. А сейчас он мне рассказывал, что он уже где-то дня 4 к нему прилетает ворона каждый обед. Он ее приручил и она у него уже кушает даже с ручек, представляете? Так что он там уже ворону подкормил. Ну, он у меня такой, что ко всем животным, конечно, он просто, он, ну, он даже червяка не обидит никогда. Да, он такое единственное, что разрешил мне убивать тараканов. Раньше не разрешал, а сейчас уже разрешил тараканов убивать. Тараканы у нас есть, у нас тараканы огромные. Ой, я снимала недавно. Я не знаю, если вам не противно, конечно. Ну, кому противно, перемотайте, я ставлю. Они у нас размером со спичечный коробок. Вот так вот. Ну, тут про тараканов говорю, в общем, и про ужин. А на ужин я собираюсь готовить очень интересное блюдо из обычных продуктов, которые обязательно попробуйте приготовить. Вы не останетесь равнодушными. Картошку со шпинатом по-индийски. У вас сейчас как раз молоденькая картошечка, молоденький шпинатик, так что это просто блюдо, витаминная бомба. Если, конечно же, со своего огородика картошечка со шпинатиком, да, то тогда витаминная бомба. А если из магазина, то там непонятно, конечно. Но очень-очень вкусное блюдо с индийской ноткой, не остренькое. И вот сын у меня шпинат не любит кушать, а я не люблю картошку. Но это такое блюдо, где он ест шпинат, а я ем картошку. Потому что получается очень-очень вкусно. Так что пойдемте готовить. Итак, смотрите, что же нам понадобится. Картошка, нарезанная кубиками. Если это молодая, она обычно маленькая, ее можно вот так вот, прямо на 4 части. Приблизительно одинаковая картошка, шпинатик. Шпинатик можно использовать, кстати, даже замороженный. И то, что делает это блюдо индийским, это, видите, это семена тмина. И вот еще немного, это хлопья сухого красного перца. Это не обязательно, это по желанию. Но именно с тмином это блюдо вот имеет эту особую такую нотку, супер-супер-пупер. Ну, так что же мы делаем. Разогреваем масло растительное. И отправляем туда, обжариваем тмин. Вот так вот, чтобы он потрещал. И затем вот эти вот хлопья красного перца. Слегка все это дело обжариваем. И мы туда отправляем нашу картошечку. Картошечку мы обжариваем сперва без крышки. Немного. И затем под крышкой обжариваем так, чтобы она уже была почти готова. Вот вы знаете, мои родственники на Украине, они почему-то шпинат, они его не тушат, они его сырой едят. А сырого его сколько? Там чуть-чуть салат порежешь и все. А вот если его потушить, то вот его же совсем мало потом останется. Так что их тоже надо научить такое блюдо готовить. Вот такая вот уже слегка поджаренная корочка появляется. И мы нашу картошку посолим сейчас. И дальше под крышкой готовим. Уже практически до готовности. И когда картошка уже готова, мы туда шпинат отправляем. Шпината станет очень-очень мало. Он выпаривается. Мы готовим дальше без крышки, пока из шпината вот жидкость это не выпарится. Это где-то около 8 минут на маленьком огне. Вот видите, как мало стало шпината. Можно было, конечно, и побольше добавить, но у меня просто больше не было. И в конце, друзья, обязательно еще добавьте немного сливочного масла. Шпинат очень хорошо со сливочным маслом сочетается. Попробуйте это, очень вкусно. И на любителя можете добавить чесночок. Вот такое вот блюдо получается. Вроде как и обычное, но и с индийской ноткой. Попробуйте обязательно. Я думаю, вам понравится. Приятного аппетита! Приятного аппетита!